В этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении, которое легло в основу моего научно-фантастического романа «Тёмное пламя». Оно сферным мировоззрением. Вот как выглядит обложка романа. Ссылка, по которой электронную версию романа можно приобрести, будет под роликом. В прошлом ролике мы поговорили о том, что под глубоким гипнозом память о прежних жизнях, оказывается, восстанавливается. И это сегодня достоверный научный факт. И первым об этом широкой общественности сообщил американский врач-реаниматолог и психолог Рэймон Моуди. Он это сделал в книге «Возвращение назад» или другое название «Жизнь до жизни». Она у него вышла сразу, но не сразу, через какое-то время после её первой книги, вызвавшей шок, и у общественности в научных кругах, книги «Жизнь после жизни». Ещё в 70-х годах XX века. Но до Рэймонда Моуди об этом много писали писатели-члены тайного общества «Диск». И первым об этом удалось написать и опубликовать самое главное написанное, как ни странно, советскому писателю. Ивану Ефремову в 1963 году в романе «Лезвие бритвы». В этом романе он объявил память о прежних жизнях генной памятью. И именно поэтому ему удалось с этим романом преодолеть советскую цену. Хотя с самого начала было ясно, что это уловка. Тот, кто знаком с вопросом, тот понимает, что генная память здесь принцип, не может быть ни при чём-то. Самое же интересное здесь то, что после романа «Лезвие бритвы» генная память в фантастике со скоростью пожара стала чем-то обыденной. И вышла масса таких произведений. То есть уловка сработала, и сработала с потрясающей эффективностью. И думаю, нам пора об этом поговорить детальнее. Советская цензура, к счастью, уже ушла в прошлое. И поэтому называть то, что Иван Ефремов «Лезвие бритвы» называл ещё и избыточной информацией, генной памятью сейчас, к счастью, не нужно. Должен сказать также, что то, что смерть вряд ли является концом всего, равно как и рождение, всего начала. Настоящим учёным было очевидно всегда. Хотя нас и много лет убеждали в обратном. На то были веские причины. Концепция реинкарнации камня на камне не оставляет. Что от христианского учения, доминирующего среди европейцев, что от его дерева – учения коммунистического и учения либерального. Но, на мой взгляд, время сдать в утиль, что христианское учение, что коммунистическое, что либеральное, что многие другие. Если уже и не пришло, то оно уже точно на подходе. Мысль о том, что у человека есть душа, которая является энергетической структурой и состоит из неизвестных наук и элементарных частиц, высказывалась настоящими, более того, великими учёными неоднократно. Вот, например, что сказал об этом Альберт Эйнштейн. Возможно, существует излучение, о которых мы ничего не знаем. Помните, как смеялись над электрическим током и невидимым волнами? Наука о человеке ещё находится в пелёнках. Фактически одновременно с Альберт Эйнштейном. Подобную мысль высказал и великий русский учёный Владимир Вернадский. Он её высказал в 1922 году. Вот как она звучала. По-видимому, вопрос души начинает всё больше и больше входить на уху. Это и должно быть. Так как материи, энергии потеряли прежние формы. Интелихия, кванты, проблемы относительности и то прочее заполняют сейчас содержание мыслей. Невольно человек научно приходит к формам, исторически сложившимся в человечестве, путём философского, художественного, религиозного творчества. Кто-то, наверное, не знает, что такое интелихия. Например, объясню, в дословном переводе с греческого это означает завершённость. Ну а в чисто научном плане это обозначает цель, внутреннюю причину осуществления какой-либо возможности. Кстати, на взглядах на реинкарнацию академика Вернадского, думаю, нам нужно остановиться особо. Хотя главный создатель ноосферного мировоззрения, на мой взгляд, безусловно, Роберт Бартинин, но и тем не менее вклад в создание этого мировоззрения Владимира Ивановича Вернадского полагаю переоценить невозможно. И всё же разговор о том, что рождение каждого из нас для нас на самом деле может быть далеко. Не началом всего я хотел бы начать с исследованием Реймонда Молди. Он первым, и не побоявшись ничего, посмел ознакомить широкую общественность с совершенно научным фактом. Я уже сказал, с каким? С тем, что под глубоким гипнозом память о прежних жизнях практически у каждого из нас, оказывается, восстанавливается. И он познакомил общественность с этим, именно на научной основе. А это, вот думаю, потребовало настоящего мужества. И, кстати, я думаю, настоящая борьба за торжество новосферного мировоззрения ещё даже и не началась. Но я убеждён, что она будет. И она будет, увы, не только научной. Она будет ещё и социальной, и политической. Потому что что церкви, что представители других религий, что либералы, что коммунисты никак не захотят так просто сдать свои позиции. И, увы, эта игра будет вестись по правилам игры без правил. Во всяком случае, в истории так было всегда. Но об исследованиях Реймонда Моги мы поговорим в следующем ролике. Добавлю, вообще разговор об этом у нас будет не только на основе исследований Реймонда Моги. К счастью, он был всего лишь первым. И уже очень многие действительно настоящие учёные, а не настоящие учёные, объявляющие подобное исследование лженаукой, их ведут. И у них уже есть очень интересные результаты. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok